Здрасьте! Здрасьте, здрасьте! Здрасьте, здрасьте! Здрасьте, здрасьте! Здрасьте, здрасьте, добрый молодец! Прекрасная девица! За приветствие, правильно! Я даже хлопаю ладошку. Ну ладно вам, Александр, приходите. Спасибо большое. Кто там ходит? Ходунные. А кто? Зачем спрашивают? Так, ну все, давай, начинаем. Давай. Здрасьте, здрасьте. А я вас уже знаю. Я вас уже, и вас. Вас-то даже уже бабушки знают. Никто на сегодняшний день больше внимания к спорту, нежели чем мы этим боем, сделать, привлечь не смог. Поэтому мы... Магомед Исмаилов, Минеев. Тоже очень громко было. Я даже не слышал об этом бою. Да? Конечно. Слушайте, ну вот еще один наступает на вас. Магомед Исмаилов. Он прям как Джеки Чан хочет вас уничтожить. Это вообще возможно? Ай, как Джеки Чан хочет меня уничтожить. Растоптать. В какой ситуации он уничтожит вас растоптать? Это тоже глупый Магомед. Он сказал, что ваш брат бил разных. Да мало там сказать можно что угодно на просторах интернета. Ну, это тот же самый, как Ляев, только маленький. Мне какая разница, кого побить. Фролова, Исмаилова, того. Сюда, сюда. Сюда. Я вам скажу, что не хватает вообще бойцам на сегодняшний день. Они в спортзале показывают такие чудеса, такие приемы. Даже я не знаю этого. Я смотрю, я прям удивляюсь. А выходят на бой. Почему? И их по следу говна найти можно. Так, а давай... Фролову нужно было ногой лупить, 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 пробивать защиту ему. А он ногой бьет. Да они бить не могут, они драться не могут. Они на самомнении. Выиграл где-то там пару турниров. И ходят звезды. Вот, я такой, а я такой. А я сильнее, а я круче, а я блатнее, а у меня голова непробиваемая. Да хорош, да смешно смотреть на эти бои. Оксане будешь вешать, микрофон повесишь, а я покажу сейчас последние штрихи. А Харитонов, я не знаю, вот он злится из-за того, что в свое время я дал ему по зубам в прайдикт. Я не знаю, что-то там пыжится, кричит пальцем. Я же говорил, привлекает все внимание. Да, сейчас он никакой. Ну, выиграл пару там боев и все уверовали в Харитонова. Да ну, и что он делает? Выносливости нет, скорости нет, бороться не борется. Похож на поросенка толстый, жирный Харитон. Чтобы он больше не говорил. Мне много есть, что за него сказать. То, что я молчу, я долго молчал, я слушал, как он говорит. Это не значит, что я ничего за него не знаю. А из чего они вот эти вот, это серебро? Золото. Золото, да? Вообще кайфово. Воскреснет Бога и расточатся в разъем. Насколько хочет человек жить прекрасно в этом мире, так он и живет. И я тому пример. Когда сколько раз меня вот это вот народ, население прям топило, в такое говно меня прям, в такую грязь меня окунало. Абсолютно все. Пускай лучше вот эти вот граждане, которые ядом дышат в мою сторону, пускай лучше они продолжают это делать, выплеснуть все эмоции на меня, какой я самый. Да и да, я такой. Я еще хуже. Вы читаете «Но царство»? Да. «Ежеиси на царство небесное». А, «Отче наш». Конечно. Я просто с конца, значит. Очень классно, только весом. Спасибо. Крутяк. Что такое страх? Что ты подразумеваешь под страхом? Под страхом вы боитесь умереть? Смерти боитесь? Нет. У вас были ситуации, что такая грань была между смертью и жизнью? И не раз. Страшно? Нет. Список вопросов? Да. Смотри, что это. Сколько их получилось? Это большими буквами для... Кудры, я помню. А, где-то таблички, я думал, телевизорской зовет. И какое количество их там? Они пронумерованы? Нет. Просто выписаны. Вот сейчас, допустим, Ксения Собчак, она в своих интервью пропагандирует феминизм, который мы затронули в женщинах, почему они изменились так, и гомосексуализм. Ну так, пропагандирует его прям плотненько. Ну что вы, Собчак это, я не знаю, и назвали мне прям болото какого-то говна, за которое даже говорить не хочется. С которым даже... Давайте сменим тему. Давайте сменим. Нормально идти мы поговорим. Нет, на самом деле... Вот эту вот гражданочку мы просто вот так вот в сторону подвинем и забудем. И не будем портить дальнейшее наше интервью подобными гражданами. Следующий вопрос. Могу так, так, ну на стуле сидеть. А как вам удобнее? Да, ну я понял. Я думаю, что все равно будете чуть назад, чуть вперед, потому что сейчас сидеть... Ну конечно, чтобы не сидеть, все в этом. Хочу царицей быть. Ну ладно, рыбка и царицей сделана. Хочу быть владычицей морской. На тебе опять твою корыто. До свидания. Кажется, это ваша история, вы перерассказали. Понятно. Я так и поняла. Ну, в большинстве своем, вот они если думают, что зашли куда-то там в салон, качали губы себе, вышли вот так, намазались этим самым там, и все, они распрекрасны. Любите нас. Не сядешь разговаривать, она кроме как мычать больше ничего не может. На картине, и как снимается, лучше бы его бы, этот фильм, никто бы не снял. Это мне какая разница. Реванш будет? Пусть он... Да пусть он сколько хочет, лишь бы у него голова не лопнула, не треснула от этих реваншов, на которые он будет заявляться. У меня нет ни агрессии, ни злобы. А у Каглева есть страх. Поморезен? Да. Амару, замерите. Я думала, что он высокий такой, но я думала, что он вообще высокий такой, гигант большой. А вот практически с меня. Ну, конечно, я бы. Не дай бог, если он что-то сделает. Нет, вот это вот да. Не дай бог. Вот это вот вы правильные сказали. Просто там ничего не останется. Вот. Да нет, ну не так не будет, но рыб кормить поплывет. Ну вот. Я прям вот... Прекрасно. Все, я побежал. Александр, спасибо. Пойдемте, я вас чувствую. Вам спасибо. Вот так. Как это происходит в большинстве других семей, ну, семей, когда там... Папа козел, мама... Готовы, там что-то делят, пилят, еще что-то. Я, когда мы разошлись, я ей сказал, собери мои вещи в сумке. Ну и все, я ушел, я оставил машины, четырехкомнатную квартиру, я все оставил. До свидания, парни, все. Спасибо вам. А так, что хотел сказать? Дело в том, что я не любитель пить. Вот. Как... Это сложилось мнение обо мне. Если я выпил, если Емельяненко выпил, то об этом знает вся Россия. Объяснил наглецам вот этим вот там жизнью недовольным. Ну, куда вот? Сейчас я вообще с алкоголем завязал. Попробовал там пару раз напиться. Понял, что не мое. Шлеменко надо успокоиться. Он чуть неправильно борется с алкоголем. Он как-то борется. Ты как-то, ну, погрязно. Да. Сейчас интервью на ты и разговаривай. В конце уже не надо. Ну, да, да. А это Питер? Да, это Питон. И желательно. Так это не я же. А, а... Потому что каждый смотрит туда и хочет жить не так, как он может жить на сегодняшний день. А так они смотрят на меня и хотят тоже ездить на Мерседесе, при этом ничего в этой жизни не сделав. С не понедельник? С не понедельник? С не понедельник. В среду. Хорошо. Хорошо? Все, спасибо, Александр. У меня было все, но как бы всего потом не было. Потом, я не знаю, я говорю, что я не держусь за это. Я не в этом вижу блага. А в чем? В чем вы, вот для себя, в чем вы? Для чего? Что я нашел? Я его нашел в себе. Мне достаточно того, что я жив, здоров, что у меня, ну, как бы все хорошо, все прекрасно. Я вижу благо в Боге. Все, мне этого достаточно. Больше меня ничего не интересует. Мерседесы, квартиры, яхты, там, еще что-то, еще, да, ну, это так все. Приходящее, уходящее. И я же говорю, я ничего не хочу менять в своей жизни. Я ей абсолютно все целы и полностью доволен. Меня все устраивает. Абсолютно все. Отлично. Согласен. Я не ошиблась в вас. Вот я знаю, что вы добрый человек. Пусть у вас все сложится. Спасибо большое. Все будет еще хорошо. Спасибо. И пусть ваш, ваш святой Александр Невский будет всегда с вами. Не только на запястье, но и в жизни. Спасибо. Спасибо вам большое за интервью. Бабушки, ваши, даже есть фанаты. И я думаю, ё-моё, вот он. Можем прямо здесь, только стоил, сделаем. Вот он, здесь, да. Спасибо. И все, счастливо.